Приветствую вас, и проблема у вас, конечно, довольно тяжелая. Ребенок такого рода с диагнозом, это, конечно, испытания на его жизнь выпадет довольно много, и на вашу жизнь, в принципе, тоже. Сразу хочу сказать, что слова в подобных случаях, слова, они на самом деле не так важны, на самом деле, вот. То есть здесь важно то, как вы относитесь к мальчику, как вы его воспринимаете, как вы его видите, как вы его позиционируете, какое место вы отводите ему в своей жизни. Петская книга, я рекомендую вам ее почитать, называется она «Я умею прыгать через лужи». Я умею прыгать через лужи. Эта книга, она поможет вам на самом деле понять на достаточно глубинном уровне, как бы изнутри, то, что происходит с вашим ребенком. Понятно, например, что нормы, которые имеют место быть в обществе, вводятся этим самым обществом. Понятно, что ребенок не обращает внимание на какие-то, ну, свои там, особенности и так далее, до тех пор, пока ему об этом не скажут другие люди. И вот, чем быстрее вы вот это относитесь, чем быстрее вы научите своего ребенка, даже, я бы сказал, знаете как, не жить с этим, а скорее адаптироваться к ситуациям, в которых, в которых, в которой ваш ребенок оказался. Вот, чем быстрее вы научите ребенка адаптироваться в этих ситуациях, тем лучше будет ему, чем меньше он будет задавать вопросов. И надо, здесь, эээ, нужно, на самом деле, вот, быть невозмутимой, спокойной и говорить, что, эээ, например, а зачем ты ждешь? Ведь ты и так прекрасно справляется, вот, зачем тебе еще, если ты и так прекрасно знаешь, что делаешь, как, чего и так далее. Ну, конечно же, безусловно, понятно, что нужна помощь, безусловно, что для того, чтобы ребенок не чувствовал себя ущемленным, нужно, чтобы он все-таки имел определенные средства, которые помогали бы ему справляться с теми проблемами, которые у него есть. И об этих средствах вам нужно подумать, об этих средствах вам нужно позаботиться. И это ваши обязанности в первую очередь. Вот. Ну, а... С ребенком надо просто вести себя именно так. То есть, чтобы он ни в коем, ни в коем разе не чувствовал себя каким-то особенным. Чтобы он с вами не чувствовал себя особенным, чтобы он видел, что вы его принимаете. Желательно, чтобы у него были друзья, такие же дети, вот, в пять лет. Желательно, чтобы это были близкие друзья, и чтобы это не было пока какой-то такой вот прямо серьезной кампании. Чтобы это были пока просто отдельные люди, отдельные ребята, которые бы воспринимали его вот таким, какой он есть. Это тоже очень важное условие для того, чтобы ребенок не чувствовал себя каким-то странным. То есть, вот так вот вам нужно поступать. Ни в коем случае не жалеть, ни в коем случае не стыдиться того, что с ребенком происходит. Ни в коем случае не избегать разговоров на эту тему. Этим вы сделаете еще хуже, пожалуй, если будете избегать подобных разговоров. Но при этом нужно, чтобы ребенок тоже, как можно, четко понимал, что он такой, что ему нужно обращать внимание на то, что у него есть, а не на то, чего у него нет. Это вот ваша основная задача. И я понимаю, конечно, что вам тяжело. Я понимаю, что вы находитесь сейчас в таком состоянии, когда, в таком положении, когда, знаете, не знаешь, что сказать. Правда заключает в том, что есть такие, к сожалению, есть такие, к сожалению, ситуации, есть такие, к сожалению, вещи, когда нет правильных слов. Вот правильных слов попросту нет. Есть только то, что вы можете, то есть вы можете реально сделать. Что бы вы ни сказали, это всегда, при любом раскладе, будет неправильно. И вот это нужно как следует понимать. Как можно лучше это, вам нужно понимать. И чем лучше вы это будете понимать, тем проще вам будет с этим жить. Далее. Ребенку нужна мужская модель поведения, которая приучала бы его к стойкости, к твердости, к подмойствию, к приоритетам и так далее. Если отца нет по какой-то причине, то нужно, чтобы с ребенком взаимодействовал взрослый, который вызвал бы у него, я имею в виду у ребенка, доверие. Без доверие. Без доверия, без вот этих аспектов будет очень сложно и тяжело. Потому что если вы воспитываете его одна, и у него нет мужчины, то скорее всего у этого ребенка будут серьезные проблемы. Потому что только мужчина может воспитать в мальчике, в ребенке необходимые качества для того, чтобы они ему помогли преодолеть определенные трудности в жизни. Обязательно почитайте книгу, она называется «Я умею прыгать через лужи». Вот, вы ее никак не пропустите, потому что книга с таким довольно звучным названием, довольно таким запоминающимся, я бы сказал, названием. И, соответственно, она вам поможет понять некоторые важные процессы, которые происходят сейчас и которые вам нужно осознавать. Но главное – это отсутствие жалости, спокойствие, направленность на адаптацию тренировки, использование технических средств для того, чтобы компенсировать потерю в возможностях физических. Вот, тут нужно проконсультироваться и с врачами, и с кем-то еще, вполне возможно, что есть такие средства, есть представления, в этом можно найти, заказать, приобрести. Вот, пусть это, может быть, полноценно ребенка не реализует, полностью, да, не придавнять, но хотя бы сделает его максимально приближенным, а там дальше личностные качества помогут ему преодолеть. И, необходимо забывать, что, значит, существует компенсаторная тенденция, то есть, если у вашего мальчика чего-то нет, может, у него обязательно где-то что-то есть вдвойне-втройне, это нужно просто стараться увидеть, это нужно просто стараться найти и на это тоже делать существенный упор. На этом, на этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, я думаю, вам потребуется поддержка, помощь, более детальное объяснение каких-то моментов. Пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok